Всем привет! Сегодня мы научимся монтировать в такой программе как Adobe Premiere Pro. Только не пугайтесь, по итогу этого выпуска вы уже разберетесь с интерфейсом программы, освоите базовые навыки и я покажу и докажу вам, что в этом абсолютно нет ничего сложного. Так что если ты хочешь перейти монтировать в Adobe Premiere Pro, ну допустим в Сунивегас, или начать делать видео с нуля, но все по какой-то причине откладываешь и не можешь начать, то посмотри это небольшое видео. В итоге уже сегодня мы сделаем целый ролик, который я снял и подготовил специально для этого выпуска. Но прежде чем мы начнем, у многих мог возникнуть вопрос, что этот парень нам втирает и кто это вообще такой? Меня зовут Акинин Сергей, можно просто Акина, и я видеомейкер. На моем счету множество различных работ по видеосъемке, например, рекламные ролики для таких крупных брендов, как Audi, Бершка, работа с известными артистами, музыкальные клипы и многое другое. На этом канале мы будем вместе расти и прокачивать свои скиллы по монтажу и видеосъемке. Так что прямо сейчас поставь лайк этому выпуску и не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Кстати, они будут выходить регулярно. Ну а мы начинаем. Как я говорил в начале, сегодня мы смонтируем целое видео. Так что давайте его для начала посмотрим и переместимся в Premiere Pro за монтаж. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такое видео вышло, сегодня мы его и будем повторять. Я оставлю все исходные видео для монтажа, тем самым вы сможете прямо в течение этого выпуска повторять за мной и закрепить полученные знания на практике. Также, если вы не знаете, где скачать Premiere Pro 20 версии бесплатно, я могу подсказать в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. Ну что, давайте перейдем непосредственно в Premiere. И на начальной странице нас встречает вот такое окошко. Здесь расположены предыдущие проекты. У вас, скорее всего, здесь пусто. И здесь мы можем создать новый проект. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что вы можете работать в любой версии Premiere Pro. Будь это 18-й год, 19-й или 20-й. Но что реально важно, ребят, это английская версия. Если вы работали или работаете на русской версии, то не стоит. Качайте английскую, потому что все туториалы и сопроводительные материалы зачастую на английском. Ну что, давайте создадим проект. И сразу же нам предлагают ввести имя нашего проекта. Adobe Premiere Pro Tutorial. Окей, идем дальше. Локация. Где будет храниться наш проект? На самом деле, это уже разговор о структурировании проекта. Это довольно-таки большая тема. Где хранить исходники? Как организовывать проект? Если вам это интересно, вы можете написать об этом в комментариях. Я сделаю подробнее об этом отдельное видео. Ну а сейчас мы нажимаем Browse. И создаем новую папку. И выбираем ее. Хорошо, с этим разобрались. Идем дальше. Video Rendering and Playback. Что это значит? Это значит, на что будет распределяться нагрузка при рендере и воспроизведении видео в премьере. Первый пункт, CUDA, отвечает за видеокарту. Второй пункт, отвечает за процессор. Если у вас доступно CUDA, то выбирайте ее. Все остальное оставляем по дефолту и нажимаем ОК. И вот нас забрасывает в какое-то непонятное пространство, где куча всего и все так страшно и непонятно. Но на самом деле это не так. Давайте разбираться. Первое, что мы должны сделать, это зайти во вкладку Windows и выбрать наше рабочее пространство. Это некие пресеты, в которых мы будем работать. То есть Editing для монтажа, Color для цветокоррекции, Audio для аудио, для музыки и так далее. Выбираем Editing. Окей, теперь нам надо импортировать, то есть закинуть наши видеофайлы. Это можно сделать несколькими способами, но я покажу самый простой и эффективный. Находим нашу папку с нашими видео. В моем случае это footage под монтаж. Вот наши файлы. И просто перетаскиваем ее в Premiere. Окей, у нас все подгрузилось. И вот наши футажи. Двойным нажатием на футаж открывается окно Source, то есть предпросмотр. Нажав Play или Stop, мы можем просматривать наше видео. Также нажатием пробела мы можем запускать, либо останавливать наше видео. С этим разобрались. Идем дальше. Теперь нам надо создать область, где мы будем монтировать. Эта область называется секвенция. Давайте покажу, как ее создать. Заходим в File, New Sequence. И перед нами высвечивается окошко с разными пресетами. Здесь уже зависит от того, с какими настройками вы снимали ваше видео и с какими настройками вы хотите получить ваше финальное видео, то есть рендер. Здесь имеются различные пресеты, что я советую, это Digital SLR 1080p 25 кадров в секунду. В моем случае это идеально подойдет. Нажимаю ОК. И вот мы видим, что у нас создалась секвенция. Давайте же приступим к монтажу. Открываем нашу папку с видео. Выбираем первый видеофайл. С помощью ползунка мы можем прокручивать наш ролик вперед и, соответственно, назад. Давайте посмотрим наш футаж. Что он из себя представляет? Нажав пробел, кстати. И тут может возникнуть два вопроса. Первое, почему тормозит? И второе, почему у нас все в слоумо? Почему в замедленной съемке? Мы же ничего еще не замедляли, ничего не делали. Первое, этот футаж снят в 4К, как и все остальные. И я буду работать с прокси, чтобы у меня не тормозило. Это раз. Второе, так как я снимал на Panasonic GH5. С него сейчас тоже съемка ведется. Я писал не 25 кадров, а 60. То есть я писал 60 фпс. И эти 60 фпс он конвертирует и воспроизводит в 25. На плейбеке, соответственно, мы видим слоумоушн. Вот такая вот особенность. Итак, как же нам переместить наш видеофайл на секвенцию? Давайте определимся для начала, с какой же фазы нам нужно поместить наш ролик. Допустим, отсюда. Что для этого надо сделать? Надо нажать вот эту кнопочку Mark In. То есть мы встали на нужное нам место. И нажимаем галочку Mark In. Нажимаем пробел или Play. И доводим до нужного нам момента, где мы хотим закончить. И нажимаем Mark Out. Также можно использовать Hot Key. Соответственно, Mark In это I. И Mark O это O. Чтобы переместить наш выбранный отрезок, нам надо зажать Drag Video Only левой кнопкой мыши и переместить на секвенцию. И у нас вылезает вот такое вот предупреждение. Что это значит? Эти футажи сняты в 4К, а наша секвенция Full HD 1080. Соответственно, Premiere ругается и спрашивает. Не изменить ли мне настройки секвенции? Я говорю, нет, не надо, ничего не делай. И вот что у нас происходит. Можно увеличивать и уменьшать таймлайн с помощью плюса или минуса. Соответственно, здесь можно также подкрутить выше-ниже. Что у нас происходит? Так как футаж снят в 4К, он больше по разрешению. Соответственно, он у нас кропнутый и не подходит по разрешению. Как это решить? Нажимаем правой кнопкой мыши и говорим Scale to Frame Size. То есть растянуть до нужного разрешения. Либо это можно сделать с помощью горячих клавиш Alt плюс A. Все. Вот такими несложными действиями мы его растягиваем. С этим разобрались. Давайте пойдем дальше. Кстати, совсем забыл закинуть нашу музыку в проект. Давайте это сделаем. То же самое. Беру папку Music и перетягиваю в Premiere. Открываю папку и перетягиваю наш трек на секвенцию. Давайте послушаем. Такой cinematic. Cinematic трек. Киношный. Но мы видим, что он очень длинный. Что он длится почти 3,5 минуты. Почти 4. Мы этот вопрос с вами решим. Но чуть-чуть попозже. Давайте перейдем к нашим видеофайлам. Открываем опять же нашу папку. И открываем второй видеофайл. Выбираем движение, с которого мы хотим начать. Все то же самое. Нажимаем Mark In. Либо здесь. Либо на клавиатуре. Точно так же прокручиваем до момента, где мы хотим закончить. Допустим, вот здесь. И нажимаем Mark Out. И перетягиваем на timeline. Как вы видите, вообще ничего сложного. Может сделать каждый. Допустим, я хочу, чтобы мой первый клип заканчивался под вот этот вот бит нашей музыки. Что я делаю? Я просто выделяю второй клип. И перемещаю его. Как бы поверх накладываю. Тем самым он обрезается. И у нас происходит вот такой вот стык. Да. Забыл scale to frame size сделать. Угу. Хорошо. Идем дальше. Вот отсюда. Нажимаю I. И нажимаю O. Перетягиваем. Не обязательно выбирать футажи по порядку. Это абсолютно на ваш вкус и цвет. И решать только вам. Мое дело это дать практику, дать знания, чтобы вы могли этим воспользоваться. Итак, допустим, я хочу взять вот отсюда. Нажимаю I. И досюда. Хорошо. Опять перетаскиваем. Хочу под музыку закончить. Конечно, мы не делаем какой-то супер синхрон, музыкальный клип. Но лучше, лучше вначале как-то заинтриговать зрителя и дать ему вот это вот чувство такта, чтобы зритель понял, что это цельный ролик, сделанный под монтаж. И все-таки складывалось какое-то впечатление об этом. Так. И вот здесь интересный момент. Прошло уже 19 секунд, а у нас играет до сих пор вступление. Что с этим можно сделать? Я понимаю, что мой ролик будет не длиннее 30-40 секунд. Зачастую у музыки, как и у видеоролика, есть начало, середина и конец. Соответственно, начало вступления у нас уже есть. Нам надо переходить уже более в движуху, более в динамику и дать немного эмоций, немного драйва, так сказать. И перейти уже в середину, немножко дать развязки. Поэтому сделаю следующее. Я выберу на панели инструментов Fraser Tool или нажму C на клавиатуре и разрежу наш трек. Вот в этом месте. Отступлю немножко. И разрежу, например, вот здесь, когда начинается у нас более драйвовая музыка. Давайте послушаем. Это уже далеко не вступление. Чувствуется напряжение, чувствуется драйв. Для чего я это делаю? То есть я вырезаю наше длинное вступление и на это место подставляю уже сразу динамику, чтобы не затягивать. Как это сделать? Просто берем и перетаскиваем на стык. Если мы послушаем. То будет очень жесткий и неприятный переход. Естественно, это брак. Но путем манипуляций и эффектов я добьюсь нужного мне результата. В этом уроке я не буду давать какие-то подробные комментарии по поводу аудиообработки. Это целая тема для отдельного видео урока. Ну что, давайте двигаться дальше. Пододвигаем наш футаж. Делаем Scale to Frame Size. Давайте послушаем, как он ложится под нашу музыку. И вот что мы видим. Нам не хватает скорости. То есть он слишком медленный. Что в этом случае можно и нужно сделать? Нажимаем правой кнопкой мышки Speed Duration. С помощью этого мы можем ускорить наш футаж. Допустим, задать ему Speed на 300%. У нас было 100. 100 это стандартное значение. Но в таком случае нам будет очень сложно подгадать. Насколько же нам надо его убыстрять или замедлять. И что в таком случае делать? В таком случае надо воспользоваться инструментом под названием Rate Stretch Tool. Горячая клавиша для него на клавиатуре буква R. С помощью этого инструмента, зажав левую клавишу мыши и потянув за край нашего футажа, мы можем его либо убыстрять, либо, соответственно, замедлять. Если я знаю, что мне нужна такая длина футажа, я его подгоняю под наш курсор. И вот, давайте посмотрим, что у нас получилось. То, что надо. Если мы посмотрим на нашу скорость, то мы его ускорили до 170%. Так, теперь я хочу взять вот эти вот скворечники или что это такое, я даже не знаю. И мне нравится вот это движение снизу вверх. Допустим, кидаем и смотрим по музыке сразу. Понимаю, что здесь он должен заканчиваться. Чуть-чуть подрежем. И чуть-чуть продлим. Хорошо. У нас тут была заявлена вот эта вот тропинка, мост какой-то. Соответственно, у нас есть футаж с этим мостом. Вот, мне нравится, когда начинается движение слева направо. И оно очень круто вторит нашему главному герою. Кидаем на таймлайн. Делаем scale to frame size. Все то же самое. То есть, вы понимаете, да? По идее, вам стоит изучить один-два инструмента. И все, это уже откладывается в вашей памяти. И вы делаете все остальное на автомате. Так, идем дальше. Вот здесь очень интересный момент, который бы я хотел разобрать поподробнее. Если мы включим наше видео, то мы видим, что у нас движение идет справа налево. И если мы посмотрим на наш футаж, который идет до этого, то у нас движение слева направо. То есть, если мы их поставим вместе и посмотрим. Для новичков это будет незаметно. И для людей, которые особо не понимают видео, но на подсознание это очень сильно влияет. И если начинать монтировать правильно, то у нас должно совпадать движение из одного кадра в другой. То есть, если у нас движение идет слева направо, как наш главный герой, и с ним движется вместе камера, то, соответственно, движение и в следующем кадре должно идти слева направо. Иначе у нас будет просто несостаковка. Что мы можем сделать? И здесь включается как раз-таки магия монтажа, можно так сказать. Мы можем взять, нажать правой кнопкой мыши, опять же выбрать Speed and Duration, и поставить галочку возле Reverse Speed. Что это значит? Это значит, друзья, что у нас клип будет идти в обратном направлении. Понимаете, да? Давайте посмотрим целиком два этих клипа. Вот, теперь намного лучше. На самом деле, это одно из главных правил монтажа по Соколову. Скорее всего, я сделаю отдельное видео, опять же, потому что это прям база-база, и это надо знать. Так же, как монтаж по крупности, по движению и много-много всего. Но ничего, у нас еще с вами все впереди. Так, и мы плавно подходим к нашему последнему кадру. Я возьму фазу, когда он только-только еще не зашел в кадр. Вот на этом фрейме. Да, как мы видим, это снято в реальной 25 фпс, потому что я понимал, что здесь мне не понадобится замедленная съемка. У нас все в реал тайме проигрывается. Давайте подгоним его под музыку. Чуть мы видим, что надо запасико вначале дать. Вот, супер. Что мы еще можем сделать с этим клипом? Так как это реальный 25 фпс, незамедленная съемка, соответственно, писался звук. Давайте попробуем перетащить звук с нашего видео. Может, как-то нам это поможет. Для этого надо нажать не на Drag Video Only, а на Drag Audio Only. Все то же самое, только с аудио. И кладем его под нашу дорожку с музыкой. Немножко подгоним под наше видео. И давайте прослушаем. Чтобы нам не мешала наша композиция музыкальная, мы можем ее замьютить. То есть выключить. Всойдет, как сам дизайн даже. Соответственно, я хочу, чтобы в конце у меня были слышны шаги, как он уходит. Как раз там идет провал по музыке, и будут слышны шаги. Давайте послушаем. Не так громко. Вот. Хорошо. Кстати, если вам мешает музыка, либо мешает что-либо еще связанное с аудио, вы можете просто сделать либо тише, либо громче, потянув вот за эту полоску. Итак, все футажи уже на месте. За какое-то короткое время мы уже собрали целое видео. И нам осталось сделать только титры. Титры, которые в конце. И да, я их тоже разберу. Для этого нам надо пойти в конец нашего клипа и на панели инструментов выбрать инструмент Type Tool. Нажимаем просто на свободном месте и пишем наш текст. Заходим во вкладку Effect Controls. Нажимаем на эту галочку. И здесь у нас предстают непосредственно настройки нашего текста. Чтобы что-то изменить, его надо выделить. Мы можем поменять наш шрифт. Мы можем поиграться с цветом, с обводкой и так далее. Я оставлю все по дефолту. Если хотите переместить его, допустим, по центру, можете воспользоваться Safe Mergens. Если у вас их нет, нажмите на плюсик и перетащите вот таким образом. И допустим, поставить наш текст по центру. Отключим и посмотрим. Про кейфрейм и анимацию я сейчас говорить не буду. Мне кажется, что мы и так очень много чего сделали. Ну что, осталось только сохраниться и зарендерить видос. Но это уже совсем другая история. Ну что, вот мы и закончили. Подошел первый туториал к концу. Я уверен, что вы справились, что у вас все получилось. Оказалось не так-то сложно, правда? Если тебе понравился этот выпуск, если тебе понравился этот туториал, обязательно оставь лайк, оставь комментарий. Это поможет мне в продвижении. Ну а помимо обучалок, помимо премьера, на этом канале будет много-много всего интересного. В плане съемок, в плане настройки камеры и так далее. Так что следи за новостями. Спасибо тебе большое за просмотр. Для меня реально это важно. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...